Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся самыми простыми словами говорить о нашей православной вере. Вот сегодня возникло желание поговорить, наверное, о самой актуальной во все времена для всех народов, всех эпох теме. О теме благоденствия. Есть даже такой термин «теология благоденствия», то есть «благословие благоденствия». Мы поговорим о счастье, успехе. Должен ли православный христианин их искать? А если искать, то существует ли вообще какая-то концепция, христианская концепция счастья? Поговорим мы об этом с нашим гостем, философом Юрием Смирновым. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, батюшка. Ну, традиционно и для наших телезрителей проясним, и с вами договоримся, что этой теме у нас будет посвящена не одна передача. Мы будем встречаться несколько раз для уточнения, углубления этой темы. И традиционно, как бы, первая передача, первая встреча — это погружение, условно говоря, в проблематику. Наверное, стоит начать с самого сущностного, самого важного для православного христианина. Это то самое Царствие Божие, Царствие Небесное, которого мы должны прежде всего искать, а все остальное нам должно приложиться по слову Священного Писания. Мы прекрасно знаем, историю читали, что практически во все времена люди, начиная еще с архаических каких-то эпох, пытались каким-то образом построить Царство Небесное, некое идеальное, утопичное Царство здесь, на Земле. Мы помним и пример вавилонян, которые решили создать себе имя, пача всякого имени, построив Великую Башню до Небес. Ну и так далее, так далее. То есть сейчас все это, может быть, и нет смысла перечислять, но мы прекрасно... Самый последний пример, когда хотели построить коммунизм. Да, 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 да. Тоже ведь попытка как-то обойтись без Бога, вынести его за скобки жизни и справиться самим. И нужно сказать, вот когда я был маленьким, я помню очень хорошо, я искренне верил, что я уже буду жить при коммунизме. И я спрашивал своих родителей, ну вот а как там будет при коммунизме? И мне родители рассказывали, мой папа был коммунизмом, а мы беспартийные, что вот не будет денег, ты можешь прийти в магазин и взять все, что тебе хочется. Я говорю, ну а если вот кто-то придет и много лишнего наберет? Нет, люди будут, у всех будет совесть, будут жить по совести уже при коммунизме и так далее. И будут понимать, что такое достаток, да, когда тебе достаточно. Да. Ясно. Ну вот давайте поговорим о том, что же такое Царствие Небесное, вот. Есть ли у него какие-то материальные атрибуты в том смысле, что успех духовной жизни каким-то образом монетизируется? Вот интересно то, что вообще людей этот вопрос всегда волновал. Вот. Как с точки зрения индивидуума, личное счастье, да, так и с точки зрения и социума. То есть людей всегда интересовало свое счастье и счастье и построить какое-то идеальное счастливое общество. То есть вот интересно, что люди всегда этого хотят. Вот. И ведь много разных было предложений. В принципе, они были на протяжении всей истории. Вот. Но так же интересно и другой, это факт, да. Но другой факт, что то, что ни один из этих проектов реализован-то не был пока еще. Вот. Ну а, то есть само стремление человека к счастью, оно однозначно в человеке присутствует. Вот. Интересно еще вот, что когда наш Господь говорил о Царстве Божьем, да, мы как христиане называем это Царство Божие. Когда Господь говорил о Царстве Божьем, интересно то, что ведь он, батюшка, он говорил притчами в основном об этом, да. Вот это тоже нам о чем-то же говорит. Это говорит о том, что вот о Царстве Божьем проблематично как-то нам эту информацию донести повседневным нашим языком. Нужно это в каких-то картинах, в каких-то образах, в каких-то символах, намеках. Если б можно было это как-то иначе сказать, он бы сказал. Вот. Может быть, пару примеров для наших зрителей, которые, может быть, Писание еще не читали. Ну вот, например, Господь говорит, чему подоблю Божье Царство? Оно подобно сокровищу, которое закопано на поле. И когда человек узнал об этом сокровище, он идет, все продает для того, чтобы купить это поле вместе с тем кладом удивительным, который там находится. Ну вот пример, один из примеров. Или пример, Христос говорит, чему подоблю Божье Царство? Оно подобно купцу, который ищет драгоценные жемчужины. И нашедший одну чрезвычайно ценную жемчужину, он также продает все, чтобы ее приобрести. И мы видим, что Царство Божье — это некая ценность, то есть это сокровище, это ценность, которая ищется. И мы также здесь видим в этих притчах, например, что ради того, чтобы его найти, продается, оставляется все. То есть на весах оно перевешивает все остальное, чтобы его приобрести. То есть что же это за такое счастье, что же это за такое блаженство, что же это за Царство Божье, ради которого можно и нужно даже оставить, в общем-то, все. И только такой ценой его приобрести. Очень какая-то несовременная, может показаться, концепция. Потому что люди-то ведь зачастую ищут рецептов мимолетного, сиюминутного, вот тот час счастья. Дайте мне, скажите мне, куда, в какой кабинет войти, чтобы я оттуда вышел абсолютно счастливым. Скажите, в какую церковь мне войти, чтобы я вот был успешным, радостным, счастливым, спокойным. Вот. Или тоже очень часто люди приходят, скажем, в храм и формулируют вопрос так, что хочется рвать волосы и бежать куда-нибудь в противоположную сторону. Например, я уже всем богам молюсь, вот. Или там, каким святым мне молиться, чтобы у меня на работе все было хорошо. Вот. И мне кажется, вот Царство Небесное, оно в этом отношении, еще раз повторюсь, оно каким-то образом здесь себя реализует? Вот. Вполне себя ощутимым успехи и счастья или нет? Конечно, реализует. Более того, вообще-то оно уже есть. Вот. Более того, когда я говорил, что ни один из проектов, да, которые люди строили, проектов создания Божьего Царства, он не осуществлен, на самом деле он осуществлен, один проект. И он уже вполне себе действует. Вот. Это, на самом деле, это Церковь. Батюшка, я уверен, что это и есть Церковь. Вот. Может быть, для некоторых наших телезрителей ты сейчас будешь в шоке, вот. Они мечтали о каком-то ином царстве, но на самом деле оно, вот, Царство Божие, оно... Это не... Когда я говорю Церковь, я не говорю обо всем, обо всех ряде ассоциаций, которые связаны с Церковью у нас, да. Там, я говорю о том, что Царство Божие, оно в Церкви есть. И, собственно, оно там только и есть. Вот это нужно уточнить. Ну, целых три передачи у нас еще будет. Да, потому что... Потому что... Еще раз вот повторю, что нас смотрит какой-нибудь обыватель. Да что там обыватель, даже добрая часть православных христиан, которые уже ходят в храм, регулярно входят в Церковь, они, например, вот за всем тем, что было сейчас сказано, услышат всего лишь некую абстракцию. Потому что люди заходят и говорят, ну, у вас в Церкви социальное неравенство есть? Есть. То есть у вас, условно говоря, есть богатые, например, состоятельные, как рисуется этот образ СМИ и интернетом, да, богатые, сословия духовенства. А простые христиане бедны, зачастую. Ну, или среднего достатка. Есть люди, у которых там, скажем, все супер, отлично просто с точки зрения успешности этого мира, а есть люди, ну, такие лузеры на обочине. Вот. Более того, недавно смотрел интервью с отцом Алексеем Уминским, мне понравилась у него фраза. Ну, вот он размышлял в том числе о Церкви, и он сказал так, что если мы сейчас посмотрим на среднестатистическое, скажем, общество христиан, то оно среднестатистически напоминает то же самое общество, что и в психбольнице. Вот. Ну, в том смысле, что вот человек, да, тот, который ориентирован на успех, он понимает, что за успехом туда я не пойду, потому что там люди плачут, они там стянают, они там какие-то зачастую неадекватные. Вот тогда надо уточнить, что же вы имеете в виду, ну, что мы имеем в виду, потому что я разделяю вашу точку зрения. Что такое Церковь как Царствие Божие здесь, вот этот проект реализовывает? Ну, прежде всего, вот о чем хотелось бы еще раз сказать, чуть-чуть назад вернуться и сказать. Стремление человека к счастью, оно таки законно. То есть вот вытравить из нас это, ну, нельзя. Вот. А вот после, когда мы это уже все согласились с этим, вот после этого уже начинаются различия. А можно еще один уточняющий вопрос тогда по ходу? Вот это вот стремление к счастью, как вам кажется, оно человеческое слишком человеческое, как об этом писал Ницше? Или это Богом вложенное стремление? Я уверен на сто процентов, что это вложенное стремление Богом. Мы так созданы. То есть стремление к счастью — это не тот момент в человеке, с которым как бы, ну, царство Богу приходится мириться. Ну что ж, ну хотят они счастья? Нет. Он сам это так нас создал, он это в нас заложил, и у него есть и ответы. То есть он и готов и помочь нам это счастье обрести. Вот. И поэтому не случайно в заповеди блаженства, то, о чем говорит Христос с людьми, он говорит «блаженны те-то, те-то». Блаженны такие-то, такие-то. Какие? Мы еще поговорим о том. Да, вот это важно. То есть сам Христос, он обращается к этой именно потребности человека, к этой мечте человека, к этому желанию, вот, как законному, как, более того, на самом деле, вот, я думаю, батюшка, что, по крайней мере, может быть, так со мной, но вот стремление к счастью, оно к Богу-то и ведет зачастую. Я согласен, оно может от Бога увести. Вот. Но тут есть пространство свободы человека, как он этим стремлением к счастью распорядится, но, я думаю, даже святые, которые стали святыми, думаю, что они начали свой путь к Богу, понимая, что там в Боге их счастье и блаженство, которого они хотят. Вот. Наступает такой момент, конечно, в духовном развитии человека, когда он, собственно, уже счастье перестает искать. Для него оно настолько, он настолько понимает, что счастье — это есть сам Бог, и отношение с Богом и есть это счастье. Вот. Так мы сразу это все выложили на поверхность. Вот. А дальше уже будем об этом разговаривать. А то, собственно, сам поиск счастья, он прекращается после этого, потому что счастье, оно неразрывно связано с личностью, с личностями Пресвятой Троицы. Вот. Я бы, вот знаете, хотел уточнить, по-моему, у Осипова Алексея Ильича, но я могу ошибаться, поэтому не буду утверждать точно, я встречал такое размышление, что если мы почитаем Священное Писание очень внимательно, то мы там не встретим слово счастье. То есть какие угодно есть слова. Есть слово «радость», есть слово «покой», есть слово «мир», а вот «счастье» — слова нет. Из чего, как некий вывод, Алексей Ильич делает, ну, такое, произносит, да, что в принципе счастье — это что-то, опять же, вот, да, человеческое слишком человеческое. Радость, да, для радости мы сотворены. Но что такое счастье тогда надо уточнить? Вот. Как вы, вот, как философ, ставите ли знак тождества между счастьем и радостью? Или это два разных качества пребывания в человеческой жизни? Счастье. Счастье — это состояние. Это состояние. Поэтому, когда мы описываем такими, говоря такими словами, как, как говорится, условимся в начале понятия, да, когда мы говорим радость или умиротворение, покой, вот, мы фактически описываем состояние, состояние, ну, счастливого человека. Причем, батюшка, давайте вот обратим внимание вот что. Мы описываем не внешнее обстоятельство человека, а его состояние. Безотносительно, что вокруг этого, вокруг происходит. Вот. Вот. Говоря вот о Царстве Божьем, говоря о Царстве Божьем, все-таки нужно понять, что это Царство. Если счастье, христианин, оно связано с Царством Божьим, то тут нужно понимать, что это все-таки Царство. Вот. Как бы это ни модно звучало, но это именно Царство, а не какие-то другие формы устройства. Демократия. Да, например, да, не как какие-то другие формы устройства. Во-вторых, это все-таки Царство Божье. Если вас пугает слово Царство, то не забудьте, что это Божье Царство, а не какого-то там Царства, какого-то даже... Деспота, тирану. Деспота или какого-то даже приличного человека, но все-таки ограниченного со своими слабостями и так далее. Это Царство Божье. Вот. Счастье и Царство Божье, они между собой тождественны для христианин. Вот. А сегодня-то как раз мир-то, он, в общем-то, не особо у нас и христианский. Да, у нас большое христианское наследие. Нельзя это отбросить. Но в целом мир сейчас христианским назвать, наверное, вот. Вот. Ну, это моя точка зрения. Несмотря даже на то, что в нашей стране, в нашей стране, вот, да, в России православие занимает довольно-таки, ну, место большое. Но я вот не считаю, что страна христианская. Потому что, батюш, когда я живу в пространстве повседневности, я не нахожу структуры Царства Божьего. Вот. Понимаете? Мне нужно постараться. Вот. Может быть, были периоды в жизни нашей страны, когда человек, просто живя в России, он автоматически в структуре Царства Божьего находился. То есть, например, образ жизни общества был такой, что я невольно попадал в структуру Царства Божьего, и мне, может быть, его найти-то было и проще. Потому что, если постились, то все соблюдали посты. Было странным, если кто-то не постился. Сейчас там странным, если кто-то постится. Ну, не странно, но он, как правило, выпадает из контекста. Либо вызывает недоумение, либо вызывает крайнее восхищение. Ну, да. Реакцию, да. Совершенно верно, да. Вот. И, например, богослужебный ритм, ритм праздников. Ведь все эти моменты, обрядовые вроде бы, да, но они все на самом деле при правильном отношении, они ведут к встрече с Царством Божьим и к его обретению. Вот. А обретение этого блаженства. Вот христианское слово, если уж мы так будем на тексте евангельском, оно блаженство. Оно и все ведет к обретению его. Живя в структуре Царства Божьего, церковной жизнью, вот. Все, как устроена церковь, мне помогает. Вот. Мне, как мирянину, мне это помогает. Это блаженство обретать. Оно мне помогает. Вот. А в обществе-то я этого не нахожу. То есть мне нужно приспосабливать свой ритм жизни к церковному ритму, вопреки всем возможным вызовам, которые срочным делам и каким-то работе, еще чему-то. То есть вопреки. И приходится против течения, в каком-то смысле, направлять себя, чтобы себя поместить в структуру Божьего Царства. А уже поместив себя в структуру Божьего Царства, это царство там находить, это блаженство. Я тоже хочу быть счастливым. Вопрос только тогда, получается, правильно ли я понял, чтобы нам небольшие контрапункты такие вот намечать. Несовпадение вот этих внутренних ожиданий, внутренних каких-то проектов и концепций о счастье. То есть у современного общества представление о счастье вот такое. Там, допустим, какой-то последний марки телефон, большая квартира, шикарная машина, успешность на работе, возможность два-три раза в год куда-нибудь выезжать за границу. То есть очень материальное, очень ощутимое и лежащее целиком полностью в плоскости вот этой горизонтали жизни. Христианство говорит о том, что да, то есть оно не противоречено, говорит, что да, человек должен быть счастливым, но представление о счастье кардинально отличается. Вот мы так наметили немножко, да, сказали о заповеде блаженства. Там ведь рисуется, ну, совершенно не успешный человек. Вот, очерчивается с точки зрения современной культуры, очерчивается современно, то есть как бы рисуется портрет, скорее, ну, такого человека, которого сейчас принято называть лузер, да, какой-то тотальный неудачник. Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны те, кто алчут. Плачущие. Да, плачущие, блаженны те, которые алчут и жаждут правды, соответственно, алкание и жаждание, это крайняя степень, да, какой-то нужды. Это не просто голодный по правде, это прямо уже изголодавшийся, который умирает от голода. Вот, наконец, заканчивается этот перечень. Блаженны те, кого будут гнать имени моего рази. Радуйтесь и веселитесь. Заканчивается вот этот вот небольшой фрагмент Евангелия от Матфея. Встает вопрос. Такого счастья, вот здесь вот нужно прям потрудиться, чтобы увидеть счастливого человека. Вот давайте потрудимся сейчас с вами вместе в этом, в этой беседе. Вот, итак, мы видим две концепции счастья. В чем их, в чем они отличаются? А отличия мы можем понять, только поняв их разную перспективу. Вот счастье христианина – это счастье, как мы сказали уже, в Царстве Божьем. Счастье обычного, ну вот тот образ счастья, который сегодня, да, пропагандируется, может быть, превалирует, да, в обществе. Это счастье связано, оно рассматривает мир в урезанном варианте без перспективы вечности. То есть, вот человек, и вот его земная жизнь. Поэтому больше мы не видим ничего. Вот. И получается, человек рассматривается как не то, кто он есть, не как существо вечное, вот, а как существо временное, а что будет потом. А потом мы об этом думать не принято. Вот. Всякое упоминание. Я очень люблю все время и себе, и в общении, на работе напоминать, что да мы все там будем, вы не переживайте. Вы что, люди вообще реагируют на это как-то, ну, как бы, это тема, которая, ну... Табуирована она в современной культуре. Они... Не хочется об этом говорить. Вот. А ведь... А ведь смерть — это часть жизни. Вот. И вообще-то человека нужно брать не с точки зрения, так берет его Евангелие, так берет его христианство. Это человек неурезанный, не человек сиюминутный. Вот. А потом пустота, черная дыра и неизвестно что. Это человек как вечная личность, имеющая вечную ценность, которую Бог предал. Не самоценность, но ценность, которая придана Богом, этому человеку, потому что человек образ Божий, потому что Бог любит человека и создал его как венец творения для счастья. Я прошу прощения, я вот допустил стратегическую ошибку, задал слишком большой вопрос на конец передачи, а она у нас подходит к концу. Но я считаю, что мы именно с этого продолжим наш разговор в следующий раз. Для наших телезрителей мы проясним, чтобы они, как бы, вовлеченные в диалог от нас не отходили далеко, и в следующий вторник мы продолжим об этом говорить. Сейчас пока поставим многоточие. Я прошу прощения, что ты перебил. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания и вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. В следующий вторник мы продолжим ровно с этого места наш разговор. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин